Инвалид-ветеран Великой Отечественной войны не может получить положенное по закону предметы первой необходимости, в число которых входят и специальные подгузники. Дело в том, что с ноября Самат Файзулин не может самостоятельно передвигаться, потому третий месяц в этой семье покупает подгузники за свой счет. Почему он не может получить их бесплатно, разбиралась наша съемочная группа. Привозят уже упаковками, стопкой, то есть когда человек уже умирает, ему эти памперсы не нужны. Когда-то за нее жизнью рисковал, а сейчас Родина о нем не вспоминает. Так говорит сын ветерана Великой Отечественной войны и инвалида второй группы. Его отец уже три месяца не может передвигаться. Понятно, почему в этой семье особый спрос на подгузники. Платим справные налоги и мы должны всегда рассчитывать на государство. А получается так, что государство о нас совсем не думает. Звонишь в мэрию, звонишь руководству города и говоришь, ну надо. А они говорят, ну ждите. Ну так ведь нельзя. С детских памперсов мама вот сама прошивает на машинке. Четыре подгузника в день плюс пеленка. Казалось бы, копейки. Но только в итоге вся пенсия стариков и уходит на них. Да плюс лекарства. Потеряв надежду на помощь от государства, закупили подгузники на собственные деньги. Только одна штука в аптеке 40 рублей стоит. А я их по 10 штук брала по бесплатной выдаче. Я звонила в управление соцзащиты. Там мне все время говорят, позвоните в феврале. Вопрос пока в Казани решают. В январе Самат Файзурин свои положенные по закону подгузники не получит. Честно признались в Челнинском управлении социальной защиты. Дело в том, что заявление от него на бесплатное обеспечение абсорбирующим бельем было написано 12 декабря. А для того, чтобы его включить в список получателей, требуется больше времени. Есть определенные сроки для того, чтобы обработать заявку, для того, чтобы включить списки, для того, чтобы найти поставщиков, заключить контракты. Сейчас, к сожалению, это очень сложная и длительная процедура, которая занимает до полтора месяца. Также есть альтернатива, добавляет Мария Белова. Вместо того, чтобы ждать, можно приобрести подгузники за свой счет. А комплексный центр возместит ему стоимость подгузников. 17 рублей за штуку. Это максимальная сумма, которая может быть компенсирована. При том, что в среднем цена по городу около 30 рублей. Эльвира Салахова, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны. Как выяснилось, уже после подготовки сюжета, непосредственно в Казани, в Министерстве труда, занятости и соцзащиты, о проблеме челнинского ветерана знают. И объяснили ситуацию следующим образом. В 2011 году истек срок действия контракта с предыдущим поставщиком подгузников. И заявка по Самату Файзулину, соответственно, уже была передана новому. Отсюда небольшая задержка, связанная с проведением тендера. Таким образом, челнинский ветеран в реестр уже включен и будет обеспечен всем необходимыми средствами до конца января. Так же, как и остальные татарстанцы, кому полагается такая помощь, перебоев быть не должно. Хочется отметить, что на 2012 год комплексным центром заключены все государственные необходимые контракты на поставку технических средств реабилитации и, соответственно, в том числе подгузники, абсорбирующие белье. Продолжение следует...